Помимо этой поездки, я хотел бы с вами еще поделиться своим тяжелым и серьезным недугом, который я подцепил в 2019 году. И речь сейчас не идет о каком-то ковиде. Зараза была куда хуже. И самое ужасное, что недуг очень скрыт и латентен. И он напрямую влияет на корку головного мозга. Единственным фактором, как можно мне было выявить эту болезнь, это переесть случайно кимчи. А оказывается, кимчи является очень сильным провоцирующим фактором этой болезни. Речь сейчас идет о красном туризме. Я никогда не думал, что я способен такое поцепить. Но, как говорится, не зарекайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok корейского народа за строительство, могучее социалистическое государство и подробная постановка милых зрителей с бессмертными заслугами Кемюрсина и Кимчинира в основании корейской народно-демократической республики. Пройдемте. Здравствуйте, товарищи. Добро пожаловать к нам в гости. В этой поездке вы увидите много чего знаменательного. Сперва мы сойдемся в народном гулянии, отмечая Великий День Солнца. Именно в этот день родился великий вождь товарищ Кемерсин. Дальше мы отправимся на выставку цветов и пройдемся по вечернему Пхеньяну. Дальше мы с вами отправимся на демилитаризованную зону, а именно на 38-ю параллель. Оттуда вы сможете увидеть временно оккупированные южные корейские территории. А теперь сдайте багаж водителю, а мне дайте ваши паспорта. Так сказал нам гид. Кто-то начал пререкаться, а я сразу сдался. Как и в любой отсталой стране, декларируется, что у нас есть все. Но если начинаешь смотреть в нюансы, в детали, понимаешь, что все не так. Так, собственно, и с моим выпуском. Ввиду того, что ютубней я начал заниматься с 2020 года, а в Северную Корею я ездил годом ранее, все мое видео было отснято на старенький айфончик вертикально. Делал я это для сториз в инстаграм. Кстати, вот мой инстаграм. Подписывайтесь. Пусть это будет неким билетиком для просмотра этой серии. В общем, я надеюсь, что вы являетесь большими фанатами вертикального видео. Иначе выхода нет. Итак, а теперь по порядку. Пройдемте. Ну что ж, дело было в 2019 году. Летел я в КНДР из Владивостока на северокорейских авиалиниях под названием «Эркарё». Во время взлета пошли уже первые запреты. Как вы видите, машину на борт брать запрещено. И, конечно же, свои капиталистические замашки. Я как понял, нельзя запускать машину на пути управления. Набрав высоту, началась демонстрация передовых успехов в разных отраслях. Ну, как вы видите, небо под замком, перехватчики не дремлят. Это рабочие, которые довольны своими результатами. Рыбная промышленность на высоте. Кормили на борту социалистическими гамбургерами. Что помню, в качестве заправки было очень много кетчупа с майонезом. Полет длился недолго. И вот уже земля. Приземлившись в современный, кстати, аэропорт Пхеньяна. Пройдя паспортный контроль, нас встречают два гида. Здравствуйте, товарищи. Первый вопрос, который нам задал гид. Кто у вас главный? Ну, мы как-то тут мяться начали, мчать, мол, ну, тут, наверное, все главные. Он с недоразумением смотрел на нас. Тогда гид сам назначил одного члена нашей группы. И тот невольно стал смотрящим. Не удивляйтесь, пандемия тогда не пахла. У них всего просто три рейса в день. Знакомство с КНДР у нас началось с цирка. А почему бы и нет? Я, кстати, давно не смеялся. Лишний повод продлить себе жизнь смехом. Конечно же, в цирке снимать нельзя. И под конец представления я понял, почему. Блин, пока я спал, ну не только я, кстати. Дружище смог снять самое ценное. Причем нормальной, горизонтальной съемкой. Скажем, спасибо ему за это. Как вы думаете, накажут дисциплинарно этих юношей? Объявлять? Фигура первая. Веселая. Как ваше настроение? Почему еще не танцуем? Вот так вот местные хоботятся. Нормально. Мы с вами находимся на народных гуляниях по случаю празднования Дня Солнца. А солнцем в Корейской Народной Демократической Республике является великий вождь-товарищ Кимир Сен. В этот день он родился. Видите людей, их задача держать транспаранты, чтобы те не упали от ветра. Вы, наверное, сейчас думаете, что это организованное мероприятие специально для туристов. Но нет. Как мне сказал гид, это просто народное случайное гуляние, куда нас попросту привезли, чтобы показать, как люди счастливы. Я у него переспросил, наверное, четыре раза. Это же шоу. Он говорит, нет. Это просто люди гуляют. Скорее всего, эти туристы из Западной Европы. Представляете, какая случайность, что всех туристов нечаянно привезли на одну из точек народного гуляния. Оттанцевали. Теперь возвращаются домой. Я-то себе народное гуляние по-другому представлял. Думал, что народ с семьями будет фланировать по площадям. Музычка, непринужденная атмосфера, все веселятся и фоткаются. А тут возвращаются обратно домой чуть ли не строем. Но это еще ладно. Дальше нас ждала еще интереснее локация. Скажу за себя, я даже не могу представить, кому вообще может быть интересно следующее место, кроме как флористу. Да и то флористам засовеет через минуты две. Суть в том, что нас торжественно привезли на выставку, посвященную двум, подчеркиваю, двум цветкам. Первый называется Киммерсенья. Ну, а если убрать всю шелуху, то это попросту сорт гибридной орхидеи. А второй называется Кимченырья. А это просто сорт гибридной бегонии. Внутри просто какой-то лютый ажиотаж. Все фоткаются экскурсией каким-то делегациям. Я даже ничего на видео практически не снимал. За гидом мы ходили минут 20 в ожидании, наконец-таки, завязки. А он нам показал на выход. Конец. Ну, а теперь смотрите фокус. Без рук показываю. В общем, это здание выставочного центра, где находятся эти два цветка. Местное население заходит маленькими группами в здание, гуляет там, фотографируется. В сотый раз слушает экскурсию. Вот, кстати, стоит надзиратель. А чтобы избежать толкучки, выходят через другие двери, делают круг вокруг здания и заново обратно возвращаются внутрь выставочного комплекса. Тем самым демонстрируют полный аншлаг. Да, и это только первый день. В тот момент подумал я. Ну, а теперь, какой мой выпуск без интересной истории? Знакомьтесь, идиот 20 века или интересный парень? Чарльз Дженкинс. Рядовой, служивший на 38-й параллели, в 65-м году вдруг испытал, скорее всего, приступ панической атаки и испугался за свою жизнь. Он побоялся отправки во Вьетнам. Погибать непонятно за что он не хотел. Поэтому, выпив 10 банок пива, для храбрости, как он впоследствии объяснил, он решил пересечь самую охраняемую границу в мире и перешел на сторону северокорейцев. План был простой. Он сдается северокорейцам, дальше его экстрадирует в Советский Союз, Советский Союз ведет переговоры с США, и его отправляют обратно в Штаты, где он сможет обнять свою мать и предварительно получить пистонов от Бати. Но план не сработал. Буквально перейдя границу, первым делом ему дали пизды. Избили его как следует и посадили в тюрягу. Он пытался придерживаться плана, но план не работал. В общем, на протяжении порядка 50 лет он прожил в Корейской Народно-демократической Республике. Его там насильно женили, насильно заставили преподавать английский язык и насильно заставили сниматься в северокорейских фильмах. А как вам известно, самый главный кинематограф Северной Кореи был Ким Чен Ир. Он очень любил фильмы. Поэтому Чарльзу Дженкинсу пришлось побегать по съемочной площадке. Под конец его жизни его обратно отправили в США. Человек никогда не пользовался компьютером, никогда не ездил на автомобиле. И под конец своей жизни он сказал, «Самую главную ошибку, которую я сделал в этой жизни, это то, что я пересек границу Северной Кореи». Блять. Ну вот я не знаю, я еще напился бы. How's the fool? Ну вот такая история, вот такая мораль, так что пишите, что думаете. Хотели вы быть как Чарльз Дженкинс? Даже фамилия не очень. Это монумент идеям Чучьер. Самый высокий каменный памятник в мире. По крайней мере, это... Голос Кореи. Голос Кореи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем передачу. Мне эта смотровая площадка очень понравилась. Вид открывается на весь Пхеньян. Как на парадно-причесанный, так и на неухоженно-зачихонский. Столицу населяет 4 миллиона 138 тысяч человек. Можно сказать, это элитка практически всей страны. А это площадь имени Ким Ирсена. Там происходят эти все известные парады. А вот это самое высокое в мире необитаемое здание. Но раньше это здание стремилось получить титул как самый высокий отель в мире. Это 105-этажный недострой под названием Рюгён, что в переводе обозначает Ивовая столица. Это название раньше носил Пхеньян. Высотку еще начали строить в далеком 1987 году. Но что-то пошло не так. По одной из версий считается, что здание не столь надежное и прочное, поскольку оно построено из железобетона. Так как большинство небоскребов в мире построено из стали. Так что пока будущее этого здания довольно туманно. Ну в общем все то, что по ту сторону Те Дангана, так река называется, это элитная часть Пхеньяна. А вот это самый крупный в мире стадион. И он рассчитан на 114 тысяч зрителей. А вот с этой стороны, где выросла эта каменная башня, уже идут эти так называемые человейники. Где проживает большая часть населения. К сожалению, там нет метро. Но линии метрополитена находятся лишь на одной части берега. Была попытка проложить туннель под рекой, но произошла очень сильная крупная авария. Где по разным подсчетам погибло более 100 человек. Но сразу говорю, я это прочитал из Википедии. Гид нам такого не рассказывал. Как вам виды? Коммунизм на этой части берега пока построить не удалось. Панельки и крашеный бетон. Вид довольно унылый. И обратите внимание, нет никакого трафика. Хотя это столица. Вдалеке виднеется отель Янгакто. На мой взгляд, это один из внешне уродливых отелей, где я вообще останавливался. Какая-то просто 47-этажная совкобаза, я бы ее назвал. А вот как он выглядит внутри. Это все туристы приехали посмотреть, как здесь отмечают день солнца. И самое печальное, что это здание строилось параллельно с отелем Регион. И этот отель, к сожалению, был сдан в эксплуатацию. Лобби довольно сносное, тут жаловаться не будут. Да и номера, в принципе, нормальные. Просто немножко уже видно, что подтасканные. Внутри отеля есть все. Магазины, аптеки, рестораны, бары, спа, пинг-понг, боулинг, караоке. В общем, сделано все таким образом, чтобы турист из отеля никуда не уходил. Да и, в принципе, его не разрешать никуда выйти. Выход из отеля без сопровождения гида запрещен. В общем, такой большой себе санаторий. Кстати, что по прикидам? Купили бы своим женщинам такие наряды? Интернета, как и мобильной связи для иностранцев вообще нет. Как вы видите, есть отдельная стойка под названием телефон, факс, имейл. Вы выбираете вид услуг. А вот сейчас вы увидите, как я пишу жене письмо о том, что я добрался. Заполняете бланк, платите 2 евро. Вас садят за компьютер, вы латинницей набираете письмо. И вы отправляете имейл не со своей почты, а с почты отеля. И если вы думаете, что достаточно просто поймать Wi-Fi в лобби и сидеть со всеми переписываться, то вы глубоко ошибаетесь. А вот так выглядит гостиничный номер в Северной Корее. Я намеренно так детально все показываю, поскольку я показываю то, что было бы интересно мне. Возможно, это будет и интересно вам. Это видео прислала мне знакомая, она участница нашей коллективной поездки. Я свой номер не снимал, разве что только телевизор. Ну, как вы видите, довольно неплохо. Жить можно, даже нужно. Но я по-прежнему остаюсь на своих принципах, что внешний отель это просто урод. Я не могу ошибаться, но что вы думаете? Мне кажется, это такой же туалетной плиткой выложена станция метро молодежная в Москве. Вам не кажется? А вот это вид на ночной Пхеньян. Конечно же, это не Сеул. Но если не снобить, то с отеля вид на Пхеньян довольно симпатичный. Если отмести в сторону идеологии, то мне действительно нравится, как выглядит памятник идеям Чичья. Ты скучаешь телевизор, а там вот такие новости все время. И видишь довольного и жизнерадостного человека. По крайней мере, наверное, его так дети воспринимают. Вот здесь один единственный канал местный, который показывают иностранцам. Хоть кто-то в стране счастлив и не стесняется этого. Помните выставку цветов? Но это вам так, вот чтобы не забылось. Это демонстрируется на полном серьезе. Классная музыка у них на заднем фоне. Надо будет себе такую в машину записать. А теперь я выскажу свое субъективное мнение касательно той еды, которой нас кормили. Я бы это все-таки не назвал еда, я бы назвал это хавка. То есть, есть это можно. Жиры и углеводы, все в наличии. Но сама еда и те блюда, они как-то приготовлены, ну, безвкусно. Скажем так, ты не ешь, а питаешься. Мне запомнился один кулинарный шедевр, который нам принесли на ужин. На тарелке была горка белого риса, и вся она была покрыта омлетом. И чтобы было вкуснее, все это было полито сверху кетчупом. Ну, вот вопрос, есть можно? Можно. Вкусно. Но тут уже спорно. Видите, уже тут мнение расходится. Итак, я заказал капучино. С меня попросили 4 евро 20 центов. Капучино я не прочувствовал. По-моему, это был анализ бармена. Кстати, как в мире животных. Музыка прекрасно подходит. Ну, а теперь о животных. О кровавых капиталистических ястребах и красных коммунистических свинособаках. Едем мы на границу двух франшиз. С социалистической части понаблюдаем за капиталистической. Отправляемся мы на 38-ю параллель в демилитаризованную зону. Хотя, это считается одной из самых милитаризованных зон. А те, кто эти слова впервые слышит, то я поясню. Едем мы на границу с Южной Кореей. Пересечь ее при желании невозможно. На нее можно только посмотреть. А вот это северокорейские чирлидеры. Каждое утро, так сказать, добровольно, принудительно. Домохозяйки собираются, машут флажками, дабы поддержать бодрость духа трудового народа. Рядом с нами французские французские. Это Ивовый город. Потому что издревле в городе Кыняне очень много Ив. А что это название Ивовый город? Ввиду того, что машин в городе мало, пешеходов на пешеходных переходах не принято пропускать. Вот пример. С 1962 года ГАЗ-69 начали собирать в Северной Корее. Как я уже ранее подметил, в городе нет трафика. Также его и нет на периферии. От Кхеньяна до границы примерно 180 километров. Как вы знаете, самостоятельно по Северной Корее передвигаться нельзя. Поэтому ходили мы крайне мало, но шагометр мне показывал, что была пройдена дистанция в 26-28 километров. И вот так каждые сутки. Все почему? Потому что дороги. За пределами Пхеньяна дорога это, уж извините меня за твердое слово, это полный пиздец. Там нет выбоин. Она просто вся волной. ВСЯ. Вот вам принтскрин с моего шагометра. Вот вам видео самой тряски. А мне такое чувство, что водила нас просто люто ненавидел. Он разгонял свой бус свыше скорости света. В темноте, мне кажется, бы его двигатель светился. Уж больно сильно он перечитал идеологию Чучхе. Мстил он нам, капиталистам, так, как это завещал великий вождь, товарищ Киммерсен. Я вот вам все рассказываю, что в стране машин мало, трафик практически нулевой. Возможно, вы можете усомниться в моих словах. И у вас на это есть полное право. Мало ли, что я рассказываю из дома. Сижу, озвучиваю балабол. По пути мы решили сделать санитарную остановку. Ну, другими словами, пасать заехать. И вот вы сейчас не видите что-то странное в кадре? Если нет, то мы едем сейчас по полосе встречного движения. Потому что заправки по дороге не было, и мы выехали на встречку. А какая разница, где ехать? Машин нет. А сейчас суперкраткий блиц по истории Корейской войны. Иначе, если вы не в курсе, то вы не поймете, что такое 38-я параллель и демилитаризованная зона. До Второй мировой войны весь корейский полуостров был владением Японии. После окончания войны территория Кореи, севернее 38-й параллели, была под контролем Советского Союза. А то, что южнее, была под контролем США. Но США и СССР не смогли договориться об объединении страны. Так сформировались две франшизы. Одна капиталистическая на юге, другая социалистическая на севере. В детали я сейчас отпущу, вы сами в интернете погуглите. Но в 1950 году армия КНДР переходит границу и нападает на Южную Корею. В итоге берет Сеул и практически занимает всю южную корейскую часть, за исключением пару городов. За Южную Корею заступаются США и Великобритания под флагом ООН. И еще ряд маленьких стран. Кстати, единственная страна из Южной Америки, которая участвовала в активных боевых действиях, была Колумбия. Посмотрите мой выпуск про Колумбию. В моем выпуске об этом ничего не сказано. Вернемся. Северную Корею поддерживали Китай и СССР. Китай – людской силой, СССР – оружием и авиацией. Но в итоге после трехлетней кровавой войны границы были восстановлены по 38-й параллели. С небольшим маленьким изменением. Касательно города Кесон. Ему, к сожалению, не повезло. Он находится южнее 38-й параллели, но принадлежит он КНДР. А это город Кесон. Я сейчас специально кадры затормаживаю, поскольку научился в программе это делать. Ну и цель, конечно же, у меня – проакцентировать на них ваше внимание. Настоящая жизнь скрывается за этими домами. Те уже не так торжественно выкрашены. Тем временем, проезжая по Кесона, одна из участниц нашей поездки сделала фотографию из окна автобуса. И вот какие кадры. В этой стране еды всем хватает. И какая разница, где она лежит. Ну вы же понимаете, что я сейчас язвлю. Не вижу смысла мне сейчас все драматизировать. Ну как и есть печально, что могу сказать. Перед тем, как попасть на границу, нас останавливают. И к нам в автобус для сопровождения садится вейсково-службовец армии КНДР. И вот обратите внимание на его кулаки, что он с ними делал. Ну и после того, как военнослужащий зашел к нам в автобус, снимать и фотографировать, все было строго запрещено. Да и глядя на его кулаки, мне как-то самому уже было тяжело телефон держать в руках. Ну что тут сказать. Зассал я. Ну а вот и демаркационная зона. Вот эти южнокорейцы в этом большом здании. Все спрятались. Вот наши доблестные парни внизу стоят, охраняют. Родина на замке. В следующий раз, когда я увижу любого американца, я ему скажу, отстаньте от Кореи. Не приставайте к ней, не лезьте. Так, всем привет из демаркационной зоны. Виднеется южнокорейский. Чуть дальше, может быть, не видно. Так что передаю всем привет. И, в общем, скоро увидимся на Батьевщине. Скажу вам честно, для меня это событие, я всегда мечтал туда попасть. И надеюсь, что в ближайшее время я также запишу видео, только уже с другой стороны. А вот на ютюбе я нашел такое же гавное видео, как и мое, снятое на тапок и на трясущуюся руку, только сделанное с другой стороны. Впереди вы видите здание, где я, собственно, и записывал свое видео. А в этих синих бараках противоборствующие стороны встречаются для ведения переговоров. Мол, то быстрее сдастся. Забавный случай с нами произошел на этой площадке. По время проведения экскурсии на этом балкончике наши телефоны начали резко звенеть. Посыпался шквал сообщений. Как вы думаете, почему? Наши телефоны подключились к южнокорейской сотовой связи. Мы даже на какое-то время перестали слушать экскурсию и залипли в телефоны. Я даже смог позвонить домой. А гиды старательно делали вид, как будто бы они ничего не видят. Вот такая себя 38-я параллель. Теперь едем обратно 2,5 часа тряски. А тем временем на Пхеньян опустилась ночь. Самое время перед сном прогуляться. Ночью подсвечиваются только стратегически важные объекты. К примеру, как недостроенный отель Рюген. И, конечно же, вожди. Куда без них? Но, вы знаете, надо всегда искать плюсы. Обычно, когда возвращаешься из провинции в столицу, на подъезде встречают огромные пробки. Тут их не было. Заехали мы, как артисты. По-видеому, правила ПДД в Северной Корее немножко разные. Итак, итак, всем привет. Вы думаете, что я сейчас где? В Лобне, в Твери ошибаетесь. Пхеньян, выкусите. Все отлично. Проспекты широкие. Народ отдыхает, встречает свои балдежные вечера. Пролетарий возвращается с работы в свои мягкие, уютные кровати. Трафик только что спал. Был 10 баллов. Сейчас немножко рассосалось, вышли на улицу погулять. Там сзади чуть-чуть я ускорюсь. Вот машины. Люди довольные. Все счастливы. Атмосфера стопроцентного счастья лучше, чем ЛСД. Ну, сейчас решили поиграть в боулинг. Вот здесь боулинг, все отлично. Какая-то пошла какая-то сумасшедшая суета. Что-то начали бегать. На выходе особо боулинга не видно. И убежали. Эд чел как-то за них отдувается, наверное. Героически маневрируя от проститутки и сутенера в виде нашего гида, прибежал наверх и вдумчиво смотрел телевизор. Вот такая интересная тумба. Огромная. Какое-то радио здесь можно включить, но что-то вообще не включается. Будильник, который сам по себе работает. За этой тумбой такое количество проводов торчит, идущих непонятно куда. Зачем столько вопросов? А теперь история про шлюх готовы. После этих многочисленных поездок, катаний по Пхеньяну, горы, ну, уже когда тошнило от этой идеологии, было нечего делать. И у нас высвободилось свободное время. Решили мы с другом пойти поиграть в боулинг. Приходим в боулинг. Ну, сам зал, конечно, такой с налетом годов. Все так легкозасаленное. Мечи со сколами и никого нет. Ну, мы так еле-еле дамам объяснили, что мы хотим поиграть в боулинг. Поскольку персонал нас там встретил в каких-то спортивных одеяниях, чуть ли не после сна. Мы сказали, боулинг, шар катить туда. Они поняли все сразу же. Но зарядили нам конский ценник, засуетились, забегали. Одна вообще убежала куда-то. Приходят к нам через минут пять. Начесанные дамы, уже припудренные. И начинают с нами как-то пытаться общаться на корейско-китайском вкраплении английских словечек. Ну, стоим хорошо, включите дорожку. Началась игра. Качушар сбил кегли. Стоит малая. Ну, как малая? Ее малой не назовешь. Женщинам за сорок пять. Сами решайте, малая. Кому малая? В общем, шар сбивает кегли. И она такая, еееей, хэф-файв. Ну, хэф-файв. И, в общем, начинает с нами как-то за нас активно болеть. И все время дай пять, дай пять. Что-то улыбается. Ну, мы ее не понимали на 98%. Что-то она говорит и говорит. Думаешь, не писать ее, пожалуйста. Но нет, она стоит и стоит. Значит, и потом спрашивает у нас на очень ломаном языке. Room number? Your room number? Чего? Другу говорю, слушай, она нам что тут предлагает свои услуги? Она говорит, походу да. Но я вам так сразу скажу, сексом там, ну, мягко говоря, не пахнет. Там пахнет вактершей. Потому что она, в принципе, была на вакте и охраняла вот этот боулинговый зал. А тут решила просто переодеться. И переоделась быстро, припудрилась, не знаю, Рексона, пудра, тут вот эти кудри начеса. И стоит уже, секс предлагает. Но тем временем приходит наш гид. К нему подбегают эти две лейдиз. И начинает ему вдвоухать что-то пошептать и смотреть в нашу сторону. Гид с замерзшим лицом смотрел на нас и слушал, что говорят ему эти дамочки. Потом показывает мне. Подойди. Ну, у меня уже сердце где-то в пятке. Думаю, начались качели в Северной Корее. Он подходит и говорит, я понимаю, что у тебя с девочками идет недопонимание ввиду языкового барьера. Хочешь я... Я говорю, ну, дурака включил. Ну да. Ну, она может тебе подняться в номер. Я говорю, не, не, не. Я женат. Я говорю, все и так задушевно. Спасибо. Мы просто шары покатать пришли. Он говорит, ну, ты подумай. А я пока на барной стойке посижу и выпью пиво. Думаю, хорошо, я понял. В общем, быстро отыграли в боулинг. И пулей наверх. Ну, в чем мораль? Мораль в том, что в Северной Корее есть секс. Но это, знаете, как для галочки. Вот видно, что команда шла сверху и вот исполнители ее закрыли. Да, есть секс. Но вы хотя бы дам видели, которых вы предлагаете? Но это... Они никак с сексом не вяжутся. Это полевые рабочие, ну и так далее. Но никаким сексом там, мягко говоря, не пахнет. Поэтому эта как-то история мне очень сильно заполнилась. Потому что, а дальше? А если она сейчас тебе ломанется и будет насильно заставлять еще? Люби меня. Вот что делать вообще? Компромат какой-то, ну и так далее. Поэтому, ну, опять же говорю, я женат. Дети у меня. Говорит, все нормально. Говорит, я пока пиво попью. А ты подумай. Вот такая грязная история. В эфире Голос Корей. Передаем новости. Такс, ну что ж, встали мы так же рано, как эти счастливые домохозяйки. Кстати, эти домохозяйки настолько счастливы, что могут себе позволить встать на час раньше и полчаса помахать флажками. А после чего идти трудиться на заводы или на те предприятия, где они предписаны. А мы, в свою очередь, отправимся в горы. На гору Монпо. Путь наш будет труден и далек. Наш бусик валит на восток. Но небольшое уточнение. Не на восток, а на северо-восток. Может, просто на север. Они без глядной крови, они зарали Южную Корею. Потом, с первого дня после того, что зарали Южную Корею, они всегда занимались полной боевой готовностью. Но, как вы слышите, наш гид проснулся в антиамериканском настроении. Видать, пиндосы ему в эту ночь сон нарушили. Но его как прорвало. Мэй же, в свою очередь, тактично попросили сменить пластинку. В общем, предложено было послушать радио. Но, ввиду того, что это Северная Корея, у них с радио тоже не так все просто. Но гид наш мастерски и умело выкрутился. Он попросту начал петь. Хотите музыку? Пожалуйста. Ну а после своей песенки, опять заново переключился на гид пропаганду. Что делать? Страна такая. Хотели они полную территорию корейского острова, но они не могли бы. Поэтому они будут... Итак, это восхождение. Северная Корея. Находимся где-то на севере самой Северной Кореи. В горах. Поднимаемся. Куда? В горы. Все правильно. Правильно подумали? Хорошо мыслите? Так, ребята. Идеология Чучье закрепляется не только в учебниках, в школе, сидя за партой, но еще и на практике. Путь в горы. Очищение. После чего выгружение флага на самую высокую точку. Поехали. Вот моя нога. Вот ступени. Все серьезно. Слушай, да я люблю вообще хайкинг. Да я каждый день это делаю. О чем речь? О чем, мужик? Это легко. Просто идешь, остановился где надо, воды попил. Главное не спеши. Потом просто легче будет. Говорили мне так. Вон он мне тут уже рукой подать. Вот табличка все подсказывает. В принципе все понятно. И даже переводить не надо. Кстати, это первый раз, первый раз за все это время, когда около меня нет гидов, но и моих попутчиков, с кем я сюда приперся. Блядь. Вот этот водопад и вот беседка победителя. Сейчас посмотрим, что за виды оттуда открываются. А ну-ка. Ох, замечтательские виды. Боги, вы меня любите. Вы просто меня балуют. Какая красота. Ход течет в глаза, но радость моего не остановит. Взобравшись на вершину, я триумфально в честь себя решил поставить одну из любимых моих групп. Это Криденс. Под эту музыку в голове была зарисовка следующего характера. Это когда понимаешь, что гуки уже совсем близко у тебя на хвосте, и они медленно и верно подкрадываются из леса по твою душу. Северная Корея. Где-то еще вдалеке кружит спасательный вертолет, но понимаешь, что помощи не будет. Но в итоге они подкрались, усадили нас в автобус и отвезли в очередной Пхеньянский кабачной. Там я, кстати, заказал у местного вокально-инструментального ансамбля песню из Kill Bill'a. Я надеюсь, вы ее помните. Продолжение следует... Но это же Северная Корея. Поэтому я вас подразвел Собственно, как и подразвели нас Но чтобы слушать мелодию из Скилл Билла Сперва нужно Килл Кима Возможно Очередное полностью об ада я бутафорское шоу Все сделано под фанеру Особое внимание обратите на драмера На девушку с гитарой В общем, не знаю, зачем это все нужно Когда это все не по-настоящему Это была цитата романтичного Вадима Ну то есть меня И сказана она была в тот момент Когда я себя одной рукой прихлопывал поляшки Дабы попасть в такт мелодии А другой рукой параллельно я подло Фиксировал их наивный творческий энтузиазм Песня посвящается дедам По большому счету мы туда заскочили попросту поесть А тут уже началась какая-то свадьба Вот из серии гости сидят Ладно, сейчас не буду эту малыху снимать Это после выпуска сейчас смски полетят из серии Зачем ты меня снимал? Я же просила тебя этого не делать Только не спрашивайте, откуда у меня ее номер Все, полюсь, полюсь, полюсь С утра нас повезли на прогулку на ту же улицу Ну, наверное, чтоб мы закрепили маршрут Кстати, кто знает, зачем звезды на троллейбусе? Пишите в комментарии Когда мы идем по улице, почему-то странно, что никого нет Вообще никого нет Как в компьютерной игре Battlefield Там была одна сценка в Хеньяне Ладно, потом Вот уже гид немножко напрягся Уже вертится Потому что группа пошла очень быстро и вперед Догоняет Спрашивает такие разные дебильные вопросы серии Ну, как вам нравится? Только не спешите Ну, и люди, конечно, которые на нас так смотрят Разрешив прогуляться еще по одной улице Тем временем я попросил у гида его телефон Мне было любопытно, как выглядят их смартфоны У меня в руках на фотографии телефон под названием Пхеньян И у них так же, как айфоны Пхеньян 1, Пхеньян 2, Пхеньян 3 Я хотел купить такой телефон И гид был не против Но сперва он решил созвониться с руководством После общения он сказал, что Извини, телефоны продаются только местным Стоимость такого телефона составляет примерно 200 долларов Это пятница, одна из основных улиц города Тут проживает местная элитка Так, идем Можно вообще по улице идти В час и пик, ну, бывает Машин 10-15 на перекрестке Потому что из-за светофора А так Вообще пустота Вот одна машина одинокая едет Дерево все делят Гид все время рядом Свободно пешком ходить нельзя Передвигаться только на автобусе Каждый шаг только от разрешения гида Мне кажется, КНДР это как СССР Только в эпоху правления Сталина Только с азиатской жесткостью и тонкостью Да и вообще эта смесь довольно интересная Это как соединение марксизма с корейскими королевскими традициями Поскольку этих дядечек практически почитают как богов Я, конечно же, сейчас говорю про династию Кимов Пока мы ехали к ним на поклон По-видимому боги разгневались И отключили у себя в столице электричество Стоят, потому что до сих пор электричество не включили Ну что ж, придется их замаливать И подносить им дары К счастью, гиды знали, что они любят Это букетик Киммерсенихи по европейской стоимости И три раза ку Другими словами, всей группе было необходимо Три раза синхронно поклониться И возложить свои букеты Вот купил букет На вознесение Скажу, это от меня от пацанов Держи Ох, прям со свадьбы так не волновался Отдав почести вождям Я понял, что боги-вожди благословили меня Послав мне Кимов-хранителей Они меня сопровождали всю поездку И вы еще атеисты после увиденного? А теперь немного фактов Первого правителя КНДР необходимо называть Великий вождь товарищ Киммерсен Он написал идеологию Чичхе Интересный факт касательно Киммерсена Его было запрещено фотографировать с правой стороны Так как у него было отложение соли и кальция На правой стороне в задней части шеи Но Ким не хотел оперироваться Из-за своей паранойи Поэтому все не секси фотографии Либо удалялись Либо проходили через северокорейский фильтр Вторым правителем был сын Киммерсена Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир Он написал идеологию Сон Гун Ну а нынешний правитель Это уже сын Ким Чен Ира Это великий маршал Товарищ Ким Чен Ир Ну он, наверное, пока свою идеологию Еще дописывает Сейчас заходим в местный метрополитен Две линии, 17 станций Станция называется Процветание Проедем одну остановку И выйдем на остановке Факел Гид сказал, что КНДР сами по себе построили метро Без чьей-либо помощи Но мне кажется, что-то он опять свистит Уж больно оно похоже на наше советско-российское метро Ну прям один в один, как московское И мозаикой, и то, как станции расположены Разве что только без музыки и вагоны в России новее А не эти старые ФРГшные Мне понравилось, красиво Довольно все так выглядит по-родному Я бы с удовольствием вышел бы на каждой станции Но это, как обычно, запрещено И это, кстати, самое дешевое метро в мире Стоимость проезда стоит 4 долларовых цента Итак, местное население В общем, мы выходим на станцию Факел Проехали мы две остановки Вышли на станцию метро Факел Стен газета Публика должна быть в курсе последних событий Ну и что? Время как-то надо коротать в ожидании следующего поезда У нас, конечно, смотрят, как мы дикарей Сцена похожая, как китайцы себя ведут в Москве То же самое мы сейчас сделаем Ну вот такое метро Конечно, очень депрессивное впечатление Производит тусклый свет в метро Но это из-за экономии И одежда местных жителей Она либо вся черная, либо серая Людей этих, конечно, жалко Если режим развалится И юг быстро не поглотит север Ну, как по принципу ФРГ и ГДР То Запад будет паразитировать на неокрепших мозгах Местного населения, которое вот недавно получило независимость Это же столько дерьма на рынок лынет По типу мошеннических схем типа МММ, свидетелей Ягов, адвентистов седьмого дня Скупщиков антиквариата за три копейки В общем, как мне кажется, туда все мошенники мира слетятся Так что такой вариант возможен в теории Все идут куда-то, все куда-то спешат От смены к смене Так, вот уже наш автобус Который водитель подогнал Все очень организовано Ну и вот, собственно, как станция метро молодежная Вот, похоже, туалетная плитка В центре Пхеньяна стоит захваченный американский военный корабль Под названием Пуэбло И нас, конечно же, привезли на экскурсию История дедов Как деды воевали Ну, если вам эта история любопытна То вы сами почитайте в Википедии Там довольно подробно и детально все описано Но скажу одно, что северокорейцы этот корабль буквально вылизывают В мельчайших деталях рассказывают, как это происходило Чуть ли не сколько выстрелов было сделано из каждого орудия Да и той публике, которая это все рассказывает Ну, как вы видите, им, мягко говоря, глубоко интересно Вот этот мужчина, мне кажется, вообще билет испутал стая Он, наверное, в Бангкок летел на секс-туризм, а нечаянно Пхеньян залетел Что было настолько все равно Он, наверное, рассчитывал на дешевую выпивку и сомнительную компанию А тут ему в деталях про Пуэбло Про передатчики, про американцев Ему бы билет перебронировать до интернета нет Бедняга Смотрите, столько посмотрел подбитые американской техники Сейчас вижу американский корабль Пуэбло, который незаконно вторгся Вводы Корейской Народной Демократической Республики Но я могу сделать вывод, что я ненавижу американцев Интересный факт, который нам не рассказал гид Был связан с тем, как захваченные американцы троллили местное правительство Во время коллективных фотографий, мол, вот эти захваченные плены У большинства американцев был аккуратненько поднят средний палец Когда северокорейцы спрашивали, что вы показываете Они говорили, что это гавайское приветствие Но после того, как северокорейцы опубликовали фотографии всему миру Они довольно быстро узнали, что обозначает средний палец Американцам какое-то время пришлось не сладко Но в итоге, после торгов, дебатов и переговоров Пиндосы вернулись обратно к себе на родину Если плавно подводить итог В самой поездке мне не понравилось ни отсутствие капиталистических благ В виде баров и ресторанов на каждом шагу Или даже ограниченность передвижения С этим как-то можно смириться в качестве исключения Мне очень сильно не понравился темп И зацикленность маршрутов на одной идеологической почве Просыпаешься ты рано, чтобы поехать посмотреть музей подарков вождям Ну и все в таком роде Из пяти дней вполне достаточно было бы посвятить два дня идеологии Остальные три дня можно было бы поделать какие-нибудь более веселые вещи Смотрите, парни, бизнес, офигенный бизнес Когда это все закончится Берем кучу корейцев Тащим в Европу Они работают, они очень трудолюбивые И платим немного, абсолютно там, вот столько И обогащаемся План, по-моему, золотой А вот это известные легендарные регулировщицы Маленькие, хрупкие, но всегда готовые на подвиг Завезли нас пхеньянский супермаркет, где отоваривается элита Его не то что на видео снимать нельзя Его и фотографировать запрещено Хотя непонятно, почему там снимать и фотографировать нельзя Купил я две бутылки красного КНДРовского вина И сейчас я намерен одну из этих бутылок перед вами продегустировать Пробуем мы сегодня вино Корейской народно-демократической республики Выпустим Кима Надо его сильно тереть или... Будет достаточно Как Ким в бане Потный Пробуем Ввиду того, что все написано на корейском Я решил прибегнуть к помощи гугл транслейта И вот какие варианты он выдавал Если вы пьете это во сне, то это вкуснее Или пить с крабом вкуснее Если вы делаете это с собакой, то это вкуснее Вопросов больше это вино мне не вызывает Пробуем Ну а теперь давайте нюхать Задувать Мы будем позже Свечи именинника А сейчас просто нюхнем Довольно конфитюрно Сдобные ноты Джемовость Это вино очень хорошо употреблять Когда хочешь сэкономить на гостях Они немножечко уходят куда-то в другую плоскость Здесь, наверное, в сладости Ну это легкотельное вино Даже можно даже по оттенку Слушай, да вода реально Это пить на терраске На терраске с друзьями нет Вино было вновь куплено за 14 баксов По факту цена такого вина Ну, доллара три Его так на рынке купить можно просто? Нет Ты его нигде не купишь Кроме как в Северной Корее Супермаркете Пхеньяна Вот и все Вот этом его эксклюзив Преобладающие запахи этого вина были Клубничный ежевичный джем Запах выпечки Немного бочки Но в целом могу сказать, что в этом случае Северная Корея меня удивила Все, собираем вещи И в 6 утра уже Поедем в аэропорт Сейчас смотрим новости Ну что ж, настало время подводить итоги И что я могу сказать КНДР это как парк советского периода Под открытым небом Только в масштабах страны Сам Пхеньян мне понравился КНДР красивые Но жить там никогда Это абсолютно другая ментальность Это абсолютно другая прошивка И это не как, знаете, как в банановых диктатурных странах Где власть схватил узурпатор Местное население это понимает Ну и просто живут и как-то там пытаются Приспосабливаться и выкручиваться В надежде следующих выборов Тут ситуация куда хуже Власть залезла в мозги детям И уже взрастило не одно поколение Люди перепрошиты И это мне страна напоминает Океанию из романа Оруэлла В 1984 Страна двигается в этом направлении Как я считаю И в нашем мире диктатура везде Я сейчас говорю про весь земной шар Только она очень скрытая и ненавязчивая И делается все из-под тишка Нам всегда говорят как надо Нам всегда подсказывают И всегда куда-то направляют Но при этом излучатели эти Они не светятся Но ввиду Северной Кореи Все наоборот Клан Кимов не согласился со всем миром Они себя вывели как в боге Люди им поклоняются Они получают от этого большие балдежи И огромное удовольствие Но пробыв в Северной Корее 5 дней Я был несказанно рад Когда вернулся на территорию Российской Федерации А дальше уже к себе домой Страна классная для разового посещения И я бы очень хотел ее посетить Но надеюсь когда там сменится режим Будем надеяться Ну что ж спасибо что досмотрели до конца Извините за вертикаль Что поделать В КНДР я больше не поеду В общем подписывайтесь на канал Надеюсь что это вам видео понравилось Пишите ваши комментарии И до новых встреч